Доброе утро, уважаемые зрители и гости трансляции. Мы начинаем второй день эстафеты Московского международного салона образования и трек высшее образование. Напоминаю, что у каждого из вас есть уникальная возможность задать свой вопрос в чате нашим экспертам, любому из наших экспертов, любой вопрос. Кроме того, не забывайте, пожалуйста, что ММСО – это еще и выставка, на которой размещены виртуальные стенды и экспозиции. Там можно найти готовые решения или узнать о новых технологиях. Добро пожаловать на Московский международный салон образования. Надеюсь, что ближайший час вы проведете с нами, потому что наш круглый стол посвящен работе в это непростое время испытания мира дистанционными технологиями. Мы начинаем панельную дискуссию. Пандемия как краш-тест цифрового вуза. А что ждет вузы завтра? Еще вчера вузы считали себя цифровыми, но с приходом пандемии оказалось, что даже у них возникло огромное количество работы. Перевод всех студентов уже не заочной, а очной формы обучения в ЛМС-системы. Контроль лечебного поведения, вывод преподавателей и других специалистов на удаленную работу, ведение лекций и других сложных форм занятий в онлайн. Организация сдачи академических задолженностей, проведение промежуточных аттестаций, прокторинг, организация дистанционного приема экзаменов и так далее. И все это уже случилось. Вузы сделали первые шаги по изменению информационных экосистем. Но что ждет цифровые вузы завтра? Что требует пристального внимания и доработки? Чему и как учить педагогов и студентов? Как выставить образовательный процесс? Какие системы прошли проверку, а какие не прошли? Именно о взгляде на день завтрашний, о том, как мы пережили краш-тест, мы поговорим в нашей панельной дискуссии. И я с удовольствием передаю это слово нашему первому эксперту. Михаил Михайлович Криштал, ректор Тольяттинского государственного университета. Уважаемый Михаил Михайлович, вы представляете уникальный опыт. Вы в числе немногих начали стремительный разгон еще до наступления пандемии и вынужденного перехода на дистанцию. Насколько я понимаю, вы смогли вовлечь в свою орбиту не только преподавателей и студентов, но даже другие образовательные организации. Пожалуйста, поделитесь своими секретами успеха. Добрый день, коллеги. Можно запустить презентацию. Да, действительно, то, что сейчас случилось, это хороший краш-тест для всей системы высшего образования. И я полагаю, ну, наверное, не все с этим хорошо справились. Потому что то, что мы делали в течение лет, я так полагаю, невозможно делать за одну-две недели, ну, или даже за два-три месяца. Мы запустили свой проект «Росдистант» в 2015 году. И уже в 2019 году у нас обучается на нашей платформе, обучалось на нашей платформе 10,5 тысяч студентов. Для того, чтобы это получилось, мы вложили в течение пяти лет более миллиарда рублей в создание инфраструктуры, в создание наших курсов. Более 40% наших преподавателей участвуют в разработке курсов, а остальные сопровождения этих курсов, причем это не свободный формат, это достаточно жесткий стандарт. И при этом вместе с преподавателем работает команда упаковщиков, это порядка десяти человек. У нас в 2019 году уже обучались студенты из 86 субъектов России, в том числе 600 человек из Москвы и Московской области, 23 страны мира. Поэтому подключение студентовочников к платформе для нас была скорее задача, а не проблема. Хотя, естественно, нам пришлось достаточно серьезно масштабироваться, в том числе количество образовательных программ, которые у нас сейчас подключены в 2,5 раза. Сейчас для многих как проблема рассматривается проведение дистанционных онлайн-защит. Для нас это тоже не проблема, мы их проводим с 2016 года. В 2019 году у нас уже было 925 защит, и мы планировали провести защиту, включение еще почников к этой системе, позволить провести нам 3,5 тысяч защит онлайн. До этого мы, конечно, работали и с дистанционным приемом с 2015 года, как я говорил, мы ведем дистанционный прием полностью онлайн, то есть мы своих студентов физически не видим, тех, которые учатся именно из других регионов и из других стран. К нам неоднократно обращались представители других вузов с просьбой подключить их к платформе Росдистант. Скажу честно, мы были к этому готовы, потому что изначально этот проект разрабатывался для внутреннего использования, но вот сама ситуация с пандемией, она стекнула к тому, чтобы мы разработали пакеты предложений для наших вузов-партнеров. Сегодня мы таких три пакета предлагаем. Это подключение не только преподавателей и студентов к самой платформе, это обеспечение снятия фиксации, аналитики, интеграции системы вуза-партнера с нашей системой, контроль целостности данных, подключение к федеральному номеру, то есть к нашему колл-центру с обработкой запросов, ну и подключение вуза-партнера к нашему бизнес-процессу, технологии, к инфраструктуре разработки контентов. Чтобы не быть голословными, буквально сегодня, я это говорю без преувеличения, буквально сегодня к Московскому международному салону образования мы открыли свободный доступ к 100 курсам на нашей плане Росдистант для всех желающих, и, значит, пожалуйста, милости просим ими пользоваться, в том числе и студентов, и преподавателей, позволит, наверное, в том числе и сдавать экзамены в вузах, которые этими материалами используются. Спасибо, готов ответить на вопросы. Михаил Михайлович, спасибо огромное. Подскажите, пожалуйста, многие университеты начали открывать свои курсы еще месяц назад, и сегодня, в общем-то, все фактически, кто хотел, открыли. Вы же присоединились немножко позже с открытием курсов. Почему и есть ли потребность еще в новых курсах на онлайн-просторах нашей страны? В самом деле, те вузы, которые открыли доступ к своим курсам на своих платформах, их, ну, считанные единицы, может быть, даже два-три. В основном открываются курсы на платформе, национальной платформе открытое образование, ну, и Корсера. Причем, национальная платформа открытое образование, она изначально строилась по системе МАОК, то есть, онлайн-курсы. Сейчас там представлено 16 вузов и всего 563 курса. Так, чтобы курсы открывались на своей собственной платформе, это, в общем-то, достаточно, знаю, вот кроме нас еще 2-3 вуза, которые это сделали. Из тех курсов, которые мы открыли, еще раз подчеркну, мы их открыли 100, 80 курсов вообще никак не пересекаются с курсами, открытыми на национальной платформе открытое образование, ну, а те 20, которые пересекаются, они дают возможность студентам получить доступ к альтернативному материалу, всегда полезно. Да, мы действительно не могли открыть раньше, потому что мы занимались масштабированием нашего процесса обучения для своих студентов, но вот сегодня, как я сказал, мы уже готовы поддержать наших партнеров из других вузов. Да, алло, меня слышно? Александр. Да, 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 слышно. Я на связи. Коллеги, вы меня-то услышали, мой ответ? Услышали. Да. Уважаемые коллеги, мы снова в эфире, приносим извинения за небольшие технические неполадки. Хочу поблагодарить Михаила Михайловича и за эту возможность, которую вы в том числе предоставляете другим университетам. Мы немножко попозже поговорим о ваших университетах, коллегах, которые воспользовались уже вашей платформой, вашими курсами. Хочу напомнить нашим зрителям про возможность задать вопрос в чате. И, кстати, про то, если у вас картинка видео не очень высокого качества, вы можете вручную изменить качество, нажав на шестеренку справа внизу видеоэкрана. А сейчас мы переходим к нашему следующему эксперту и передаем слово проректору подцифровизации Тольяттинского государственного университета Роману Васильевичу Баюру. Роман Васильевич, у вас у университета уже был хороший бэкграунд, был фундамент и переход на дистант вы не начинали с пустого места. Расскажите, пожалуйста, что показал краш-тест, насколько прочны оказались ваши решения и как они проходили закалку боем? Спасибо, Александр. Если можно, тогда презентацию. Очень часто слышится везде фраза, что с тем образования проходит хороший стресс-тест. Вот мы здесь из автомобильной столицы, у нас немножко другое представление. Стресс-тест, когда автомобиль погнут-погнут, и он останется автомобилем. Ну, просто понятно, где предел прочности. А краш-тест, когда с размаха в куб, и оттуда там выбираются уже такие остатки, и думают, как жить дальше. Вот мне кажется, что то, что произошло за последние полтора месяца, это именно краш-тест. Потому что та система образования с теми системами организации и мотивации, которая существовала до этого момента, она просто иди-моментно размазывается, ее не существует. Поэтому давайте перейдем к самой презентации. Михаил Михайлович говорил о том, что мы перешли за один день. Это абсолютная правда. У нас был пятилетний опыт разработки полной дистанционной экосистемы. Мы имели полный цикл дистанционного приема до дистанционного выпуска. И, в принципе, за один день мы довольно быстро и оперативно за воскресенье и за полпонедельника и успели оповестить всех студентов-преподавателей, поскольку была контактная база. И расширить контакт-центр два с половиной раза, сделав возможность принять запросы массово от студентов-преподавателей. И все существующие контенты, которые у нас были разработаны за эти пять лет, мы к ним подключили существующих студентов. Это было сделано довольно быстро. И по-крупному мы вот эту проблему, что студентам нечего делать после ухода на самоизоляцию, мы ее решили. А дальше, что называется, дьявол в деталях, потому что выяснилось, что очень большое количество процессов, оно где-то немножечко искит в небольших количествах случаев, но проблем, точнее задач оказалось довольно много. Вот эта картинка, она тут не ошибка, это дефолтная картинка шаблона презентации. Мне кажется, очень хорошо иллюстрирует то, что произошло с нашими учебными аудиториями. Вот видите, там окошечко, а в нем сидит студент, который сейчас, значит, участвует в вебинаре, который ведет вон преподавателей с другого окошечка. А там в третьем окошечке сидит сотрудник колл-центра, который принимает звонок от студента, что его преподаватели очень вовремя проверяют его задания. Вот, например, вот так у нас были организованы рабочие места, и первую неделю мы плотно занимались тем, что организовали вообще рабочее место университета в целом. Потому что преподаватели должны преподавать, студенты учиться, но довольно сложно что-то делать без зарплаты, без кадровых движений, без отпусков и так далее. Поэтому мы организовали где-то за неделю рабочие места АУПа, сделали мобильную бригаду с масками, с антисептиками, они ездили по всему городу, развозили компьютеры, подключали веб-камеры, настраивали рабочие места, ВПН и так далее. Это был такой хороший стресс-тест, прямо скажем, но довольно удачно мы с ним справились. То есть мы за неделю с небольшим фактически все основные рабочие места в городе организовали. Потом, естественно, у нас был целый ряд направлений, которые не были вообще на дистанте. И выяснилось, что для них нет готовых контентов, нет готовых тестовых баз, кое-где нет даже методов дистанционного обучения. И это неделю с небольшим была плотнейшая работа, за которую было сделано порядка тысячи заготовых контентов, куда преподаватели онлайн, разработав методику, стали доставлять задания, материалы и так далее. То есть это было тоже довольно серьезно, хотя, конечно, уже не один день, а чуть подольше. Был еще один блок задач, с которым мы сейчас заканчиваем разбираться в этом текущем семестре. Выяснилось, например, что процесс сдачи академии задолженности, который вроде бы несложно было бы организовать, для очков реализован совершенно по-другому. Потому что многие из них не учились по БРС в прошлом семестре, некоторые учились по БРС в прошлом семестре, у кого-то были баллы, кому-то всего лишь одну лабораторику, а где-то он не прошел практику или курсовик, их нужно делать с нуля. Проблемы с массовым чтением лекций и практик в режиме ВКС и формов у нас не было. То есть, слава богу, этих проблем, которые были не лишены большинства вузов, которые активно стали исключать платформу Zoom, использовать Skype, их у нас не было, потому что у нас был дальний партнер, Мирополис, у него были технические проблемы. Он где-то не было такого крепкого колбасила, когда отключался он и иногда пропадал даже на полчаса, на час. Но, тем не менее, с этим достойно справились, а у нас возможность есть по API, заводить там все ссылки, все лекции, практики из расписания, и преподаватели выходят просто в тот момент, когда уже нужно. Не создая никакие платформы Zoom, никакие комнаты на платформе Zoom. И самое главное, не имея проблем с тем, что кто-то заходит со стороны и начинает публиковать всякие непристойные картинки или пытаться взломать чат. Дальше вот то, что показано плюсиками, мы-то с этим практически справились. То есть, контактная работа студентов рабочих мест, как я уже сказал, защита ВКР, хотя будет тонкость, если, допустим, в прошлых годах у нас была защита студентов дистанционно, в этом году у нас еще и комиссии будут работать дистанционно. Значит, нужно будет чуть поднастроить, и сделать не один, а две комнаты. В одной будет выступать студент, в другой обсуждать комиссии. Значит, ну и вот третья задача, довольно серьезная, которую мы сейчас будем все решать, это по итогам последних вебинаров в министерстве мы должны будем организовать полноценный дистанционный прием обычной традиционной формы обучения. И не только суперсервис поступил онлайн, куда мы входим в качестве членов рабочей группы, но и в том числе и иностранцев, в том числе и коммерческих, в том числе множественное поступление и так далее. То есть много довольно сложных вопросов. Значит, чтобы закончить, есть еще набор долгосрочных задач. Мы их тоже хорошо понимаем, как решать, но это вопрос действительно довольно серьезной работы. Она здесь коротко перечислена. Я бы сказал как, что, наверное, самые... Если понятно, что есть проблемы с нами, мы обдаленных сотрудников. Понятно, что нужно думать, как организовать реальные практики. Не просто в ВУЗе, да, а реальные дистанционные практики студентов. Виртуальных лабораторных работ нужно докупить. Как организовать распределенную проектную деятельность нужно подумать. Это у нас очень большая часть программы. Но самый серьезный вопрос, наверное, это как организовать академическую вовлеченность и успешность. То есть здесь... Можно только сделать паузу. Это вопрос для серьезной проработки. Коллеги, у меня есть и по-крупному все. Я бы с удовольствием услышал вопросы. Спасибо большое, Роман Васильевич. Очень кратенько попрошу вас ответить вот на такой вопрос. Сегодня как никогда поднимается волна критики дистанционного обучения. Что в дистанционном обучении настолько демотивирующего? Ну, знаете, есть очень интересное сравнение, которое делал все время Андрея Евгеньевича Волкова, что очень похоже образование и медицина. Понимаете, и то, и другое. Если на самом деле я получаю не то, за что плачу, и я никогда не покупаю услугу сейчас онлайн. Я когда прихожу в больницу, я ведь прихожу не чтобы делать уколы и пить таблетки, а прихожу, чтобы в перспективе вылечиться. И в образование то же самое. В образование приходят для того, чтобы в перспективе получить диплом, карьеру, хорошие связи, да, ну и так далее. А приходится решать задачи, значит, решать тесты, выполнять задания, ходить на лекции, коммуницировать и так далее. Никто этого не хочет. Развалилась вот эта традиционная очная, что в школе, что в УЗИ, система мотивации, которая заключается в парах, в старостах, значит, в прямом контакте и так далее. Выяснилось, что особого интереса учиться ни у кого нет. Ну просто практически ни у кого. Это единицы супермотивированных, которые с удовольствием решают задания. И вот это, мне кажется, самая главная причина. То есть если мы за эти ближайшие полгода, может быть, год с совместными усилиями найдем новые приемы к повышению мотивации и вовлеченности студентов в обучение, значит, вся эта система дистанционного обучения, что в УЗИ, что в школе, претерпит действительно еще более серьезный краш-тест. Это вот мое ощущение. То есть это то, на чем хочется работать и нужно работать. Спасибо большое. Значит, краш-тесты у нас только продолжатся. Следующий наш эксперт – директор департамента цифровой трансформации Московского университета технологии управления имени Разумовского Александр Валерьевич Буданцев. Александр Валерьевич, ваш опыт перехода на дистант полон как раз испытаний сложных кейсов от трансформации форм обучения до поисков скрытых резервов во всех формах деятельности. Расскажите, пожалуйста, как вы прошли это испытание на прочность? Да, Александр, спасибо за вопрос, конечно. Серьезная ситуация у нас перед университетом стоит. И основной задачей является, конечно же, переход в новые рамки, которые подсунули коронавирус. Понятно, что университет может войти в эту ситуацию с разной начальной точки. Мы столкнулись с той ситуацией, что у нас недостаточно проработанная информация, просто так как у Тольяттинского госуниверситета определенные у нас резервы были заложены на развитие. Но, к сожалению, в одной части нужно было их грамотно потратить. Можно презентацию? Я тогда с нее начну. Изначально мы реализовывали наши дистанционные образовательные программы в том объеме, который хоть изначально. Это порядка 10-15% всего было у нас курсов, выведенных онлайн на нашу ЛМС. И, по правилам, мы ее использовали для ограниченных потребностей нашего университета. Снуждено перевести порядка 80% в дистанк. Естественно, это накладывает определенные трудности на наш университет. Мы с ними, пока удается с ними справляться, мы выдерживаем этот удар. Что касается обучения, подготовки ППС, не все сотрудники были изначально готовы к коду сразу в одной части дистанк. За короткий промежуток времени подготовили порядка 70% нашего ППС, профессорского педагогического сотрудника, и порядка 40% АУП, чтобы сформировать некое ядро, способное в этих условиях сейчас, на первых, организовать образовательный процесс. Также мы приступили к ускоренному наполнению наших ЛМС-систем. До окончания этого года как можно больше дисциплины в дистанционном формате можно было реализовать, чтобы не переносить дисциплины, не задерживать обучение в тех моментах, когда это возможно. Также у нас есть, была вернее, проблема с дистанционным приемом вступительных испытаний. У нас было нацелено изначально только на очень научный факт. Сейчас мы вынуждены принять эти правила игры и перейти полностью на приемы заявлений. Что у нас происходит в текущий момент? Первые очередные шаги, так бы сказал. Наладить взаимодействие в дистанционном формате. Уже в Тольяттинском госуниверситете сейчас вам объяснили, как они это делали. С такие же бригады, в масках, с оборудованием университетским, с ноутбуками, с веб-камерами, без мест ключевых сотрудников. Все как в лучших традициях, все университеты с этим столкнули. Кроме этого, нам необходимо было найти ряд сотрудников именно в формат работы в дистанционном формате. Это нужно было их подключить к домену, организовать сервера, развернуть инфраструктуру со стороны университета, обеспечить их программным обеспечением, регулировать короткие инструкции для работы, чтобы не перегружать, не усложнять для сотрудников первые вот эти дни. Это было все упрощено. Сформировали рабочие группы и кураторов за направлениями деятельности. Далее, что еще из важного? Это проблема по контролю инстанционных деятельностей сотрудников, так и работы студентов. Уже довольно-таки широко применяются прокторинговые системы в учении, но как использовать прокторинг для оценки деятельности сотрудников для нас сейчас является важной задачей. Мы ищем готовые решения, которые будут использовать по возможностям нашего университета и по потребностям. И, как вы сказали, пришлось провести оптимизацию расходной части, связанной с содержанием наших зданий. В связи с аквелацией ряда деятельностей и прекращением доступа в эти здания появилась возможность немного сэкономить, что в наших условиях является очень важным аспектом. Теперь по стресс-тестам. Я считаю, что у нас это не краш-тест, мы не упали, деятельность продолжается, мы очень быстро впрыгнули в поезд, но, к сожалению, по факту еще не достроен. Чего коснулся наш стресс-тест? Пять основных аспектов. Это было в связи информационных систем и все, что с ней связано. Не были ли коллеги до меня, я, может быть, что-то пропустил, но воздействие на наши информационные системы также извне сейчас тоже актуально. Это разъединить дедос-атаки, как по количеству подключений, так и по трафику. Мы вынуждены с этим бороться. Сейчас на слайде с правой стороны некий светофорчик такой. Уровень стрессоустойчивости по ряду направлений. Красный означает минимально необходим для работы в новом уровне стрессоустойчивости. Как вы видите, до зеленого, ярко-зеленого уровня мы не дошли. У нас более-менее с качеством дистанционного образования. Из-за того, что ряд ЛМС, которые использовали про веку временем, так сказать, показали себя в бою. Плюс используем ряд курсов, хорошо зарекомендовавших себя. Это лучший опыт востребованных курсов, которые сейчас в открытом доступе можно использовать и применять их в своем образном процессе. Что касается эффективности, я сказал, мы по факту используем принцип Agile. Agile-подход в управлении, он не совсем полностью соответствует принципу Agile, так все-таки дистанционный формат слегка его упрощает, может, улучшает, но выхода другого нет. Мы сформировали команды и кураторов, которые как-то контролируют деятельность сотрудников онлайн. И каждая группа в режиме реального времени, в своих конференциях, с правом голоса, как будто они сидят рядом и работают. Вот это нам позволяет... Александр Валерьевич, у нас время очень сильно ограничено. Пожалуйста, завершите ярко и емко свое выступление. Хорошо. Что касается проблемы решения, мы нацелены на взаимодействие университетами и организациями. Нам позволяют усилить наши проваливающиеся позиции, в том числе мы и с матки уже сформировали рабочую. И движемся как раз по взаимодействию и использованию практик, которые нам предлагают. И, как я считаю, что данная ситуация является катализатором цифровой трансформации. Они нас способствуют переводу университетов, рельсы. И по окончании карантина мы все наработки оставим, как они есть, и усилим их возможность вернуться к оффлайн-режиму. Спасибо, коллеги. Если есть вопросы, готовы. Спасибо большое, Александр Валерьевич. Мы увидели интересный опыт, когда университет технически начинал работу, можно сказать, с колес и прошел весьма успешно эти кейсы. Следующий наш эксперт – руководитель проектного офиса по цифровизации информационной политики Астраханского государственного университета Сергей Владимирович Бузычкин. Сергей Владимирович, ведь ваш университет тоже не просто переходил на дистант. Насколько я знаю, именно команда и слаженная работа всего коллектива университета помогла вам. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, Александр. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, если говорить про наш университет, то приход, скажем так, кандемии в Россию стал для нас действительно краш-тестом. Но, коллеги, мы все стали свидетелями изменения системы образования. Причем вузы в разной степени были готовы к переходу в цифру. Но сегодня цифра – это реальность. Даже те, кто говорил, что цифровая трансформация – это достаточно, скажем так, далекие горизонты, сейчас регулярно и активно применяют различные цифровые инструменты. Позволю себе скаломболить, я бы сказал так, что российское цифровое образование не имеет аналогов. И эти условия нам задала пандемия. Если можно, включите, пожалуйста, презентацию. Коллеги, те метаморфозы, которым подвергся университет, они, конечно, связаны с тем, что нужно было срочно организовать новый режим работы. Это коснулось и учебных занятий, и коммуникаций, и административных процессов. Но в период опасности управленческие решения должны приниматься значительно быстрее, чем в стандартном режиме. 14 марта в университете был сформирован оперативный штаб, который ежедневно, сначала в очном режиме, а затем в режиме видеоконференции, определял приоритетные задачи и контролировал ход их решения. Нужно было вести мониторинг профилактических мероприятий и сконтролировать перевод учебного процесса в дистанционный режим. Что касается стартовых условий нашего университета, они были похожи на многие другие вузы, то есть по факту мы имели определенную инфраструктуру, сеть не подвела, у нас был основной канал 200 мегабит и два резервных по 100, была развернута LMS Moodle, впоследствии которой преподаватели работали со студентами еще до начала пандемии, но надо отметить, что из 4000 созданных страниц учебных курсов активно использовались в учебном процессе до начала пандемии лишь 10%. Как только, соответственно, грянул гром, пришлось работать в режиме повышенной активности, в течение двух недель Центр цифрового обучения и профессорско-преподавательский состав работали практически до двух часов ночи, заливая контент для тех учебных курсов, которые представлены в LMS Moodle. Сложился некий стереотип относительно того, что возрастные преподаватели не уверенно работают в информационных системах. На самом деле это зависит исключительно от желания. У нас заместителю директора Центра цифрового обучения Елене Анатольевне Лазуткину 70 лет, но именно она обучила большинство преподавателей работе в LMS Moodle и разработала инструкции по созданию образовательных курсов. Аварийных ситуаций, конечно, избежать не удалось. Были случаи, когда и сервер был на пределе, и срочно приходилось повышать объемы хранения данных, но, тем не менее, задачи были решены. Отмечу, что для преподавателей и для студентов были разработаны и размещены в открытом доступе инструкции по использованию различных сервисов, которые могут быть полезны в учебном процессе. Соответственно, технологические решения, которые у нас применяются, это в первую очередь видеоконференция Zoom. Мы пробовали использовать TrueConf, но, соответственно, не понравилась система в работе. Попытки не увенчались успехом. Для оперативной коммуникации с деканами есть чат в WhatsApp. Для доведения информации до всех сотрудников сайта университета, группы вузов в социальных сетях также используется чат со старостами. Для работы финансового управления и кадров настроен удаленный доступ с использованием RDP и VPN. Для деканатов и кафедр аналогично. Отмечу, что в каждом деканате определен ответственный сотрудник, у которого есть пропуск в университет на период самоизоляции, который ведет в нашем регионе. Этот сотрудник приезжает, включает компьютер в деканате, остальные сотрудники деканатов дистанционно осуществляют работу в АИС-деканат и аналогичная ситуация на кафедрах, где ведется работа сейчас в информационной системе планирования учебной нагрузки. Ближайший вопрос, который предстоит решать всем университетам, и нам, в частности, как проводить приемную комиссию. Соответственно, как работать приемной комиссией, как вести приемную кампанию. Сейчас тестируем систему проктеринга, надеемся, что, соответственно, здесь она не подведет. Вчера впервые заседание ученого совета университета прошло в дистанционном режиме. Видео шло через Zoom, голосование через Telegram. Заседание прошло без сбоев. Отмечу, что, соответственно, те изменения, которые происходят в внешней среде, они требуют от университетов учитывать эти условия и использовать в работе новые инструменты. Вот в качестве трендов локального значения я бы выделил те, которые представлены на слайде. Большинство вузов, на мой взгляд, изменят свое отношение к инфраструктурному обеспечению. Больше внимания будут уделять этому вопросу. Профессорский преподавательский состав будет не только переподготовлен внутри университета, но, на мой взгляд, многие педагоги, они станут сами учениками дистанционных курсов, таким образом расширяя свой преподавательский кругозор. Возможность электронной информационно-образовательной среды, которая сейчас часто понимается вузами исключительно в пределах того текста, который приведен во ВГОСах, будут значительно расширены. И, соответственно, вузы будут рассматривать ИОС как некое универсальное средство для работы в цифре. И, в принципе, изменится отношение к цифровому следу. Вузы будут накапливать, соответственно, цифровой след. И наша задача, коллеги, чтобы в этом мире цифры не оказаться полным нулем. Спасибо. Не слышно. Не слышно. Не слышно. Не слышно. Не слышно. Продолжение следует... Александр, я вас не слышу. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Спасибо большое. Фраза о том, что час декабря в WhatsApp невозможно, еще пару лет назад казалось чем-то вызывающим, а сегодня это наша действительность. Я с огромным удовольствием сейчас хочу передать микрофон украшению нашей сегодняшней дискуссии. Это проректор по инновационной деятельности и дистанционному обучению Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина Марина Ивановна Яскевич. Марина Ивановна, мне всегда казалось, что русский язык и Пушкин это что-то, что связано с выразительной библиотекой при свечах, но сегодня ваш онлайн стал известен не только в России, но и за ее пределами. Как вам это удается? Александр, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Ну, коротко можно ответить, что Пушкин это наша теория. Пушкин, который занимается исключительно русским языком и прежде всего русским языком как иностранным, РКИ. Ежегодно по образовательным программам разного уровня у нас обучается в четыре раза больше иностранных студентов, чем россиян. Их привлекает обучение в языковой среде, поэтому подавляющее количество программ это очные. В этом смысле институт Пушкина это классический очный вуз. В то же время цифровой краш-тест пандемии наш институт выдержал и переход на онлайн-обучение происходит, ну, довольно успешно. Включите, пожалуйста, презентацию. Дело в том, что институт был одним из флагманов федеральной целевой программы «Русский язык». В ее рамках пять лет назад началось создание базы открытого онлайн-образования, которая активно развивалась и использовалась эти годы для поддержки преподавания и обучения русскому языку за рубежом. Четыре кита, которые позволили вузу перейти к онлайн-обучению, это, понятно, инфраструктура, контент, компетенции в области онлайн-обучения и менеджмент. Центральным звеном созданной нами инфраструктуры является портал открытого образования «Образование на русском», с интегрированной в него системы дистанционного обучения на базе ЛМС «Канвас». Контент портала включает в себя более 150 открытых онлайн-курсов в формате МОК по русскому языку, литературе, другим гуманитарным дисциплинам, которые были разработаны и институтом Пушкина, и вузами-партнерами. На наших онлайн-программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки за пять лет обучились сотни российских и зарубежных русистов. На еженедельных открытых вебинарах, которые мы проводили с помощью систем «Адоп.Каннер» для преподавателей, и онлайн-уроках для зарубежных школьников и студентов, отрабатывались методика преподавания РКИ в онлайн-среде. Программы повышения квалификации в области онлайн-образования за последние два с половиной года прошли около 90% наших преподавателей. Они обучались как на базе созданных нами программ, так и в других университетах. Выполняет работы, связанные с развитием портала, созданием контента, сопровождением онлайн-обучения и прочее. Департамент цифровых образовательных технологий, в котором работают специалисты в этой области. Следующий слайд, пожалуйста. В период пандемии институт начал переход на онлайн-обучение раньше других вузов. Уже 6 марта началось онлайн-обучение китайских студентов, которые не смогли вернуться в институт с каникул в связи с закрытием границ. А 16 марта на онлайн-обучение перешли все факультеты. Нами были организованы удаленные рабочие места для сотрудников и преподавателей. Контактные занятия – это база, основа языковой подготовки. Покупка большого пакета лицензий Zoom позволила быстро организовать проведение контактных занятий по расписанию. Zoom хороша для языкового обучения в связи с отличным качеством звука и видео, в отличие от других изученных нами систем. Параллельно налаживается учебная работа преподавателей и студентов в системе дистанционного обучения «Канвас». Для удобства оплаты обучения и проживания студентов нами разработан и уже начал использоваться новый онлайн-сервис интернет-магазин института Пушкина. Следующий слайд, пожалуйста. Переход на онлайн-обучение требует больших трудозатрат от всех – преподавателей, студентов, сотрудников. Опросы показывают, что учеба студентов стала более интенсивной. Преподаватели выполняют огромный объем работы, связанный с подготовкой новых учебных материалов. Отрабатываются технологические и методические стороны проведения онлайн-занятий. На слайде показана руководимая преподавателем активная работа студентов на практическом занятии по русскому языку с использованием инструментария системы онлайн-обучения «Зум». А видеозапись занятия дает возможность студентам снова погружаться в его атмосферу и дорабатывать то, что во время занятия осталось вне зоны внимания. Следующий, пожалуйста. Онлайн-обучение ставит новые дидактические задачи и предъявляет новые требования к разработке учебных материалов из точки зрения их структуры и визуализации, и формата предъявления. На слайде показан фрагмент авторских материалов преподавателей РКИ, разработанных онлайн-занятию на прошлой неделе. Новая лексика и грамматические конструкции осваиваются с погружением в ситуацию реальной жизни. Следующий, пожалуйста. Сегодняшний день нашего вуза можно охарактеризовать так. Учатся все. Преподаватели учатся учить по-новому, открывают новое для себя и желают поделиться с этим коллегами. Так, 10 апреля на портале «Образование на русском» мы открываем цикл вебинаров по обмену опытом. Разумная методика преподавания РКИ. Приглашаем. Студенты учатся учиться в цифровой среде, ведь онлайн-обучение – это тот инструмент, с помощью которого они смогут учиться в течение всей жизни. Сотрудники вуза учатся управлять учебным процессом по-новому. Впереди общая для вуза задача – экзамены, которые нужно провести в онлайн, и приемная кампания. Будущее начинается сегодня. Это название очень старого фильма, посвященного принципам работы ЭВМ. Тогда мало кто представлял, какую роль они будут играть в развитии всех сторон человеческой жизни. Сегодня компьютерные технологии и интернет позволили устоять перед лобовым ударом пандемии и дали возможность разобщенному миру продолжить общаться и даже учиться. Будущее определяется тем, что мы делаем сегодня. И онлайн-обучение определило для вузов новый вектор развития. Будущее института после пандемии, конечно же, будет зависеть от того, насколько правильно мы сможем воспользоваться тем опытом, который дал нам вот этот нынешний цифровой период. Спасибо большое. Огромное спасибо, Марина Ивановна, за такую яркую, позитивную точку. Идея создания цифрового университета активна все последние два года на всех серьезных образовательных платформах и площадках. Авторы многих проектов демонстрируют свои модели, новые решения. Эксперты все чаще говорят о серьезной трансформации, которая грозит всей системе высшего образования. Но, как и все новое, цифровая модель не спешила переходить в массовое применение. И тут, как говорится, не было бы счастья, но пандемия помогла. И откладывать большой цифровой скачок стало больше невозможно. Сегодня на примере наших экспертов мы увидели, как университеты на реальном краш-тесте показали состоятельность своих собственных цифровых решений и жизнеспособность своих моделей. И наша задача, получив столь уникальный опыт, суметь найти баланс. Баланс между системами управления и информационными технологиями. Между синхронными и асинхронными формами обучения. Между тем, какой контент отдавать, а какой заимствовать у партнеров. Это, чтобы, сохранив высокое качество подготовки, стать на порядке доступнее и привлекательнее для современных абитурентов. Огромная благодарность нашим экспертам. Уважаемые зрители, мы с вами прощаемся. С вами был я, модератор Александр Фадеев, проректор по цифровизации Томского политехнического университета. Но не переключайтесь, дальше вас ждет много интересного. Федеральный проект «Новые возможности для каждого развития вузов через призму дополнительного профессионального образования». Модератор дискуссии Дмитрий Гужеля, советник руководителя Россотрудничества. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok